Первые отправки в армию в этом году начинаются после 9 мая. В минувшие выходные в Азбесте торжественно проводили на сборный пункт первую партию призывников. С оркестром и напутствиями провожает в армию первых призывников юбилейной годовщины Победы. Один из них отправится служить в президентский полк. Президентский полк у нас уже тоже традицией стало на Азбесте. Ежегодно одного-двух человек обязательно направлять в Москву. Или в Преображенский полк президентский, или полк охраны. Наш Азбест в Свердловской области готовит хороших, достойных защитников Отечества. Ну и вы видели сами ребята, все они адекватно воспринимают службу. Илья Журавлев, выпускник 30-й школы, и раньше заявлял родителям, что хочет служить в армии. И даже планирует связать с воинской службой свою судьбу. Мы спросили у родителей призывника, с какими чувствами они провожают сына. С тяжелыми. И с гордостью. Мы хотим все очень, что именно туда попадают президентские войска. Мы желаем ему удачи, чтобы они... Это его решение. Мы не настаивали ни на чем. Он сам решил, что он пойдет в армию. И обязательно пойдет. Так просто сложилось, что он и по параметрам подходил, и по здоровью. Проводы ребят на городской улице, а не в здании военкомата – это возрождение традиции 10-летней давности. И в Озбестовском военкомате планируют эту традицию продолжить. Начальник отдела военного комиссариата Леонид Михайлов в очередной раз отметил, что отношение ребят и родителей к армии изменилось в лучшую сторону. Если 5 лет назад проводы были, я не знаю, как на войну отправляли, истерики были, пьяные и так далее, то сейчас и родители понимают, что это действительно пощепный долг. И ребята уйдут на 12 месяцев в хорошие части и вернутся крепшими, действительно возрослевшими мужчинами. В этот день из Озбеста в армию для прохождения службы было направлено семеро ребят. Следующая отправка призывников пройдет уже на этой неделе. Следующая отправка у нас 20-го. 20-го, по-моему, шла. На днях у нас в этом году в связи с поздним формированием команд у нас интенсивность, конечно, будет небольшая. В неделю по 2-3 команды мы будем управлять на областной сборный пункт. А сколько человек всего? Всего 147 человек. Норма очень большая. Норма очень большая. Напряженно нам придется поработать. Но я думаю, мы справимся. Получив напутственное слово и благословение от отца Олега, ребята садятся в машину и отправляются на областной сборный пункт. Вот так торжественно под марш прощения славянки провожают в армию первых призывников. Татьяна Мельникова, Тимофей Хлебников, Новости АТВ.